Меня зовут Юлия Серенько, и мне 11 лет. А меня Колесников Артём, мне 12 лет. Мы из города Воронежа. Мы очень похожи, поэтому мы сразу нашли общий язык. А потом наш преподаватель решил сделать из нас дуэт. Мы любим смотреть фильмы про секретных агентов и шпионов, и поэтому иногда подражаем им. А что за секретный язык, который у вас там есть, а? Спецсоциальный. У нас нет главного. Мы абсолютно равноправны, и оба хорошо поём. А вот представьте, такая ситуация, они скажут, мы бы хотели взять девочку. Не скажут. Они не имеют права нас разлучить. Ты не представляешь, что это за люди, а? Они нас запугали. Ребята, держитесь вместе, я буду болеть. А вдвоём вообще легче петь или нет? Или по одному? Да, всё-таки, да. Поддержка, да, есть какая-то? А у вас перед выступлением есть какой-то ритуал? Делайте вместе со мной. Всё. Вперёд. Самое время зажечь. КОНЕЦ Очень сложно. А может, не играет? С голосом не очень сочетается. Очень сложно просто это. Сейчас уловить можно. С голосом не очень сочетается. С голосом не очень сочетается. С голосом не очень сочетается. Боже мой, как это трогательно выглядит, как мне жаль, что я не видела это, но я обязательно посмотрю по телевизору. Ну и расскажите же про себя, в какой родственной связи вы состоите друг с другом, скорее? Нет, мы не брат и сестра, хотя так все думают, но мы приехали из города Воронеж. А там все братья и сестры? Нет. А как вас зовут? У меня лично там 25 родственников. Меня зовут Юлия Серенько. А меня Колесников Артем. А сколько вам лет? Мне 12. А мне 11. Класс. А как так получилось, что вы вместе стали выступать, ребята? Мы просто учились в одной музыкальной школе, и наш преподаватель решил сделать из нас дуэт, потому что мы очень похожи, у нас очень похожие голоса и тембр. Но пока, да, пока похоже, нужно петь вместе. Они действительно потрясающе сливаются. Спасибо. Спасибо. Ну и надо сказать, отдать должное, конечно, молодому человеку. Ты же у нас, да, держал второй голос. Это было очень чисто. Молодец. Спасибо. Большой молодец. Такое прям голосоведение было прямо. Особенно, когда вы, конечно, вышли в мою любимую модуляцию, буквально, и сделали это даже чище, чем предыдущие интервалы. Хотя и они были на пятерку, но здесь было пять с плюсом, конечно. Молодцы. Спасибо большое. Спасибо. Вашего педагога когда-то посетила прекрасная идея, конечно. К сожалению, вот дорожки две, вас тоже двое, но вы не можете так один к одному, другой к другому, поэтому... Есть хорошая новость. Третья дорожка не горит, потому что все ходят к маме обычно. Но у нас с Димой шансы увеличиваются, но, тем не менее, поделились на два. Но выбирать, что нам придется. Да, и, кстати, заранее говорю, разделиться не получится. Да. Это хорошо, очень хорошо. Это хорошо. Но нам нужно немножко посоветоваться. Конечно, конечно. Сделать вид, что вы советуетесь. Шучу. Мы, наверное, выберем Леонида Агутина. Вот. Снова, дети мои. Руку. Хорошо, Игорь. Молодец. Спасибо. Ну, привет. Вы чугарные молодцы. Прям поздравляю вас. Поздравляю, поздравляю. Это скандинавская группа. Скандинавская группа, да-да-да. Моя печаль не знает границ. Твоя печаль? Так клево смотреть на Леню, когда у него начинается вот этот вот хищный взгляд наставника. Да-да-да. Глаза подопущены. И сразу раз, все, вообще, так, прям, как на взрослом, только и все там и жива, вообще. Молодцы. Молодцы. Ребята, к вам повернулись двое. Вот если бы я пел, ко мне бы повернулись все, чтобы просто посмотреть, что за звуки там сзади, да. Я вас очень поздравляю. Те, у кого есть мобильное приложение, не забывайте. Мы сравниваем ваше решение с решением наставников. Я рад, что вы вместе, вдвоем соберитесь, обсудите, чем можно удивлять дальше, поскольку каждый раз мы должны удивлять. Каждый раз. И возвращайтесь. Основное впереди. Бередит.